всем привет сегодня опять выбрался на такую лесную покатушку там с грибочками еще может быть и с удочкой посижу потом заеду как бы сегодня по прогнозу получается что вроде как последний такой вот шикарный почти летний денек днем разогрела что у нас смог по лесу ходил с грибы за грибочками он пришел чайку попить наверно на эти грибочки оставить возьму второй пакет еще пойду похоже ну в принципе так разобраться за полтора часа так и неплохо учитывая что тут уже до меня потоптали что я тут уже далеко не первый прошел тут есть и белые тут березовики но в основном за волнушками ехал чтобы посолить а так конечно красотища уже деревья желтеть начали последний день сентября вот в принципе уже комфортно и в маечке вот утром ехать еще прохладно в куртке ехал так вот уже как час так вот и в маечке очень даже комфортно из градусов на 18 20 скажем так по грибочкам вот именно здесь в моем любимым тупичке так она очень даже неплохо учитывая что я уже далеко не первый в основном конечно в основном конечно влюбольше даже ехал покататься и по лесу погулять уже поле есть возможность набрать грибочков попутно ну так почему же нет ну вот так вот прошелся вот часа полтора вот так походил не спешал ну буквально тут вокруг мотоцикла всего понемножку тут есть и подосейные веки и волнушки и белых там на штук семь ну так по объемах и на пакет могу прикинуть почти ведро сейчас похожу еще вы нам уже чистого по красивым грибам по молоденьким волнушкам и уже там белые подосиновики под березовики атаку его смотрите какая красота песня вот еще лес такой красивый не темный там он и ельничек и березки там соснячок есть здесь недалеко лишь просто сказка ребята ну кстати что то он на сосне иголки желтеют тоже наверно делок осенью уже посыпались листики ну вот если еще погода если это через недельку еще будет погода вот будет вообще красота когда половина отсыпется будет такой золотой ковер ну лишь бы погода стояла посмотрим будет погода приедем еще одна часть чайку попью да пойду еще грибочков пособираю не в принципе ведерко полтора-два мне хватит да поеду потом где мы с удочкой посижу еще на ребят красота-то какая вот они красавцы мои но какого красавца нашел вам ху почти 20 сантиметров водосиновичек ай-лялечка классика жанра что шамана называется ну что грибную часть я на этом завершаю в принципе так я как бы и довольна поделил волнушки и все остальное получилось практически волнушек по пакетам практически ведро ну и здесь где-то наверно ведерко вот такая вот красотень лежит все сейчас пакую кофр и поеду где-нибудь еще с удочкой посижу тут уже он к это гоп компания приехала ладно я я не стал этих оптимистов расстраивать что они как минимум шестые после меня чего-нибудь найдут в принципе маслят очень много здесь рядом в посадке маслята все червивые так что ну как минимум часть первая программа удалось точнее часть 2 часть 1 это покатушка по шикарной погоде погода сегодня просто шепчет даже не верится что это последний день сентября в общем покатушка сегодня получилась такая нормальная я счет иду своему с навигатором зная места на полигоне еще умудрился пролететь поворот и запороть на на озеро великое но зато нет куда без добра отлично пообщались с егерями но подсказали что оказывается уже вот эти выработанные карты за великим уже затопили и к ним идет вот рассказали как ним подъехать но вот я вот смотрю на эту дорогу блин ну вот это конечно все до небольшого дождика а дальше уже здесь будет изумительная родео поэтому живому торфу хотя вот ягеряя говорят что она легковых подъезжают ну что-то как-то вот не впечатляет вот эта дорожка живой торф даже наверно туда дальше и не поеду честно говоря не вижу смысла проехать то конечно проеду и будет даже интересно но смысл он тут железка такая явно уже давно под заброшенного там окончается насоски там 4 метров 400 сзади ветерок сегодня разгулялся не блин сегодня здесь сюрпризов какой-то заехал еще находится на на карты такие вот очень привычные очень любимые мной все поменялось со страшной силой берега заросли дорога заросла которая шла вдоль самого карта причем заросла наглухо и похоже никто ее там пробивать не будет как раз вдоль вот этой канавы дорожка была но вот здесь вдоль карта была вот так вот вдоль всего этого карта вот была вот такая вот шикарная дорожечка подцепная когда-то подцепали когда еще торфоразработки были там часом такая порнография он по живому торфу по полю короче что-то тут ну совсем никак он сейчас покажу вот такая была нормальная в общем-то дорожка так он видно там возле кустов там еще ее остатки а сейчас он вот такой вот порнографии торфяной здесь у кусочек ничего а там живой то вот и были вот такие вот хорошие места здесь сюда можно было с удочкой посидеть а я я я я я я вот такие вот выходы были шикарные да ничто не вечно под луной вот это вот остатки старой дороги по торфу то новую пробили хотел подъехать на свою любимую канаву где раньше сидел вон туда вон там он за уголочек обычно любил сидеть ну так тут вот была сквозная дорога ну здесь пожалуй даже я не проеду вот это канал и и как бы и не было было туда дорога на тот берег как-то мне этот как-то мне этот мостик не подходит где я сейчас стою вот это была бывшая железка она шла куда он через речку и вон шла вон остатки видно вон с той стороны вот и вот по этой дорожке вон влево и на канаву пошел что же такое западу устроил пошло день расстройства я так думал там в кустиках на хорошо можно ответ распрятаться еще может какой платвички понадергать ладно хоть грибами не обделили и на том спасибо ну вот такая порнография вот сейчас ночью дорожка была вот родная она вон там вот под самыми кустами вдоль кустов там ушла буквально метр за кустами а сейчас вот вот такой здесь метров 600 вот такой вот тормоз оно конечно по сухому то нормально проезжается но это же как бы до первого до первого маленького дождика а дальше здесь будет такая развлекаловка что мама не горит ну что с идеей посидеть с удочкой я уже распрощался окончательно ну как-то уже и времени очень ну и куда хотел подъехать там как-то ну не очень скажем так ну что сейчас будем значит делать завтрак туриста поскольку в моем понимании ни один выезд без горячего супчика это не полноценное мероприятие ну придется вот сейчас где-то здесь вот так вот полные романтики обед будем делать сейчас конечно ожидалось место чтобы где-то и получше было но известно за неимением кухарки ну так далее так ну сильно изгаляться я не буду имеется бешпакет имеется бутылку воды с собой на всякий ключ и брал как а были сомненны думаю а на хрена мне ее тащить я же везде там в озерном краю буду на картах сумочку специальную пошил подробастку думаю спробовать чисто удочная все ну так сюда еще и сюда еще и горелочка поместилась ну вот уже практически доваривается мой походный супчик в принципе мероприятие можно считать сегодняшним удачным если только вот этих тучек меня еще по дороге дождем не накроет хотя в принципе тут тоже до минска осталось километров 25-30 поэтому я даже как-то сильно не напрягаюсь ну просто сегодня как бы я говорю последний сентябрьский день поймать такую халяву что даже можно ездить без куртки я по трассе ехал вот без куртки куртка в топливе ну честно говоря уже хочется из этого мероприятия выжать все по полу потому что судя по прогнозу там дальше погода так капитально куртки ну ребята вот теперь можно сказать что программа минимум выполнена грибок набрал ну тоже с рыбалкой обломался тут уж тут уж говорится как карта ляжет по новым местам покатался посмотрел супчика горячего покушал сейчас только он водички согрею помыть кастрюльку ну и можно собираться с чувством выполненного долго ехать хотя что-то меня вот уже крутишь то и заехать еще на одно озеро отметиться посмотреть что там творится ну для меня вообще любое мероприятие там рыбалка поездка грибы это это мероприятие комплекс то есть просто поехать набрать грибов приехать домой ну как-то пошло и банально все-таки если же выехал значит надо в моем понимании надо все-таки поиметь максимум удовольствия сделать там хоть какую-то минимальную экскурсию по близлежащим местам обязательно съесть горит горячего супчика попить чайку на природе ну то есть поиметь полное удовольствие от этого мероприятия ну на сегодня практически все рыбалка была так ну как бы побочная скажем так вторичное мероприятие что если получится то тогда уже еще посидеть с удочкой может чего-то и наверно чего-то и подергать но не судьба но зато я же говорю по новым местам и там пару пару новых мест он то хотя бы с большего подъезда посмотрел ну супчик программа обязательная так что можно сказать что практически все удалось сейчас мы все кастрюльку кастрюльку помыть запаковаться доехать домой потихонечку советую и вам также уходи подходить к этому вопросу кто не знает уже ребят не поверите насколько сильнее скажем так и ощущение ощущения от у чем просто там побегать по лесу грибов набрать или там приехать половить и быстренько домой подходить к процессу хочется ну а я пока буду собираться всем удачи